Добрый день! В эфире CBC и радио CBC FM новости в студии Фарид Адилов. В начале выпуска коротко о главном. Армения продолжает активно вооружаться. Как сообщают иранские СМИ, Ереван и Тегеран подписали секретный договор о поставках оружия на сумму 500 миллионов долларов США. Согласно информации, официальный Тегеран обеспечит Ереван дронами Камикадзе. Отмечается, что упомянутое соглашение состоит из нескольких частей, которые были подписаны в течение последних месяцев. Сегодня началась поездка в Карабах большой делегации иностранных путешественников, состоящей из 35 человек. Группа возглавляет один из самых именитых путешественников, чье имя попало в топ-10 списка путешественников мира – Чарльз Вилли. В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израиля. Пропалестинские активисты сорвали и сожгли американские флаги, разбросали насекомых в отеле, где остановился Бенили Нитаниапу. Поставки газа из Азербайджана в Сербию могут вырасти в ближайшее время. Это, а также инвестиционные возможности двух стран обсуждены в Баку. Сербские компании приглашены к работе в свободных экономических зонах, промышленных и аграрных парках Азербайджана. Министерство обороны Азербайджана уже сообщало о недавно совершенных Армении провокациях с применением тяжелого оружия в кельбаджарском направлении и с применением квадрокоптера в Товузском направлении. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства. Подобные провокации со стороны Армении отнюдь не первый случай. Они носят постоянный характер. Военные учения, проведенные США в Армении, оснащение Франции и Армении смертоносным оружием и оказание Евросоюзом военной помощи Еревану под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере 10 миллионов евро вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана. Министерство обороны еще раз предупреждает Армению и ее покровителей о том, что им следует воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе. Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале вооруженных сил Азербайджана. Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей, говорится в информации. Напомним, что сегодня около 10.55 по местному времени квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить разведывательный полет над позициями армии Азербайджана в направлении населенного пункта Агдам Товуского района. В результате бдительности подразделений армии Азербайджана деятельность беспилотного летательного аппарата была пресечена специальными техническими средствами, и он был выведен с территории. Армения продолжает активно закупать вооружение. В 2024 году процесс милитаризации усилился. И то, что официальный Ереван закупает новые ПВО и системы подавления БПЛА, говорит о том, что Армения готовится к каким-то военным действиям. На что же рассчитывают Ереване и к чему готовятся реваншистские силы Армении? Неприятный, но очевидный факт. Несмотря на все разговоры о мире, Армения продолжает активно вооружаться. Так, Ереван и Тегеран подписали секретное соглашение о поставках оружия на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Иран Интернешнл. Согласно информации, Иран обеспечит Армению дронами камикадзе. Отмечается, что упомянутое соглашение состоит из нескольких частей, которые были подписаны в течение последних месяцев. Хотя Министерство обороны Армении и дало опровержение распространенной информации относительно соглашения с Ираном, слов из песни не выкинешь. Милитаризация соседней страны идет полным ходом. Эксперты задаются вопросом, насколько обосновано стремление Армении закупать вооружение и к чему готовится Ереван. Кроме Ирана, Индии, Франции регулярно вооружают Армению. Никол Пашнян, который говорит о мире, Никол Пашнян, который говорит о том, что Карабах – азербайджанская земля, де-факто делает все, чтобы новая война еще раз повторилась. Конституцию он не изменил, новую конституцию не принял, мирный договор не был заключен между двумя странами. И, кроме того, как известно, на прошлой неделе в Лондоне не состоялась трехсторонняя, а потом двусторонняя встреча между визерами Британии, Армении и Азербайджана и межвизером Армении и Азербайджана. Действие Армении в Южном Кавказе приводит к тому, что в Южном Кавказе на сегодняшний день идет гонковое вооружение. И это опасный тренд для всей безопасности в Южном Кавказе. И Армения – это страна, которая не имеет больших экономических ресурсов, но, тем не менее, за последние два года очень большие деньги, инвестиции она внедрила именно в оборонную сферу, и где возникает очень много и серьезный вопрос о том, что вообще откуда в Армении столько денег. Дело в том, что Армения на сегодняшний день в списке стран, которые получают, покупают, делают закупки от Индии именно оружие и другие принадлежности оборонного сервиса. В втором месте идет Иран и так далее. По мнению экспертов, Индию и Францию можно считать постоянными поставщиками военной техники Армении. Стоит отметить, что объем закупок оружия Ереваном в Индии достиг 600 миллионов долларов. Ранее Армения закупила индийские реактивные системы залпового огня «Пинака», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», а также гаубицы и другие виды вооружений. О чем говорят эти факты? Армения готовится к новой войне, а все разговоры о мире с Азербайджаном нужны лишь для затягивания процесса и отвода глаз. Азербайджан с целью положить конец 30-летней армянской оккупации восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. И это является законным правом страны в соответствии с международным правом, утверждают эксперты. Любые усилия официального Баку, включая укрепление его военного потенциала, направлялись и направлены на достижение справедливой цели. Однако этого нельзя сказать об Армении, которая является государством-оккупантом. Кто бы не вооружал Армению, эти силы должны понимать, эти силы должны знать, что Азербайджан, их оружие привезет в Баку, как это сделало в 2020 году, когда некие оружия от неких стран были в Баку, показаны азербайджанцами и другим народом, представителям депмиссии. И, конечно же, оружие, которое в последнее время Армения покупает у всех единицам, тоже будут показывать в Баку, когда время придет. Поэтому вот этот опасный тренд на сегодняшний день, это месседж для всех в регионе, что Армения готовится к чему-то. Дело в том, что вооружение, которое на сегодняшний день Армении споставляют в страну, она вооружение не для обороны, она вооружение именно для радикальных действий сторон в отношении соседей и так далее. Поэтому это опасный тренд, она беспокоит всех в регионе, Азербайджаном включая. Эксперты уверены, что любая военная компания Армении обречена на провал, на поражение. Даже если официальный Ереван в 10 раз увеличит объемы закупаемого оружия, это не поможет изменить военный баланс. По всей видимости, армянское руководство считает, что мир вступил в такую фазу своего развития, что многие государства должны будут вкладывать свои основные средства в покупку вооружений. Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе. А если этого не произойдет, то в проигрыше в первую очередь окажется Ереван. В Карабах и восточный Зенгизур прибыла очередная группа международных путешественников. 35 человек – членов одного из крупнейших клубов мира – Most Traveled People. В ходе поездки гости ознакомятся с историческими достопримечательностями и уникальной природой региона, а также с восстановительно-строительными работами, проводимыми после освобождения городов от оккупации. Участники клуба путешественников Most Traveled People совершают четвертую поездку на освобожденные территории Азербайджана. Учредитель и руководитель туристического клуба, американский путешественник Чарльз Вилли, несколько дней назад также принял участие во втором шушинском глобальном медиафоруме. На тему разоблачения ложной информации, борьба с дезинформацией. На этом мероприятии он подчеркнул роль международных путешественников в разоблачении фейковых новостей. Это наше четвертое за три года путешествие по Карабаху. Мы наблюдали восстановительные работы в Шуше, в Агдаме, в Лачине, а также в восточном Зенгизуре. К примеру, три года назад, когда мы были в Шуше, мы видели разрушенную мечеть, а в этот раз она уже полностью отреставрирована. Три года назад это был пустой город, а в этот раз мы провели целую пресс-конференцию в новом отеле Шуша. То же самое в Физулии. Три года назад он был в руинах. Сегодня же это заново отстроенный город. Были построены три аэропорта в Физулии, Зангелане и Лачине. Каждый раз мы видим что-то новое – дороги, инфраструктуру. Быстрыми темпами идет процесс разминирования. Все это говорит о решительности Азербайджана в стремлении восстановить этот регион. За последние четыре года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вилли, станет одиннадцатым по счету. Путешественники поделились впечатлениями о темпах восстановительных работ в регионе. В Азербайджане бывал несколько раз до этого, но в Карабахе впервые, впервые на освобожденных территориях. Давно знаю из истории, что именно город Шуша – это культурный центр Азербайджана, который, к сожалению, долгое время находился не под контролем Азербайджана, находился в оккупации. Ну и мы как бы видим последствия этой трагедии азербайджанского народа. Наконец-то это все позади, и я вижу сейчас активное восстановление разрушенных домов, разрушенных каких-то мечетей, исторических, культурных памятников. Заминирование здесь вообще очень много, как нам уже рассказали. Поставить мину, сама мина стоит 10 или 20 долларов, а разминировать стоит 800, чуть ли не тысячу. И, конечно, это сопряжено с жертвами среди мирного населения, среди населения саперов. Это огромная проблема, особенно если это шалонированная оборона с обоих сторон была. То есть нужно сначала свои разминировать, найти эти карты, где они там были. Ну а у соперника, у противника, как бы нужно ходить и каждый, буквально дюйм, каждый сантиметр просматривать на свой страх и риск. То есть это огромная задача, которая предстоит Азербайджану. Я впечатлена объемами работ, проведенными Азербайджаном в этом регионе. Вы восстанавливаете целые города, строите новые дома, возвращаете сюда его жителей. Это прекрасно. Я уже была в Карабахе в 2022 году. И тогда это все было похоже на руины. Я прибыла в Азербайджан в июле, и поначалу была удивлена столицей Азербайджана – Баку. Мне понравилось то, как в архитектуре соединились старинные здания с футуристическими постройками. Меня удивило то, что, несмотря на большое число людей, города остаются чистыми. Я, безусловно, хотела бы вернуться сюда вновь. Надеюсь, что в скором времени появится канал, благодаря которому жители Филиппин смогли бы легче получать визу в Азербайджан. Пока мы можем делать это лишь через Малайзию. Поездка членов клуба Most Traveled People продлится три дня. Посещение Карабаха началось с Физули. Сегодня международные путешественники совершат прогулку по Ходжавенду, Шуше, Ханкинди и Агдаму. А завтра отправятся в восточный Зангизур. И в последний день посетят Зангилан и Джабраил. Эти поездки имеют исключительное значение для демонстрации мировому сообществу реалий, позволяя ему ознакомиться с огромными разрушениями и масштабными строительно-восстановительными работами, проводимыми на освобожденных территориях. Международные путешественники обладают большой аудиторией подписчиков в социальных сетях из самых разных регионов мира. В Вашингтоне продолжаются массовые протесты против премьер-министра Израиля Бенемина Нетаняху. Активисты собрались вокруг Капитолия во время выступления израильского премьера в Конгрессе США и скандировали лозунг «Арестуйте Нетаняху». Но действия протестующих не ограничились только этим. Митингующие добрались до отеля, где остановился Нетаняху, и раскидали там червей и насекомых. «Арестуйте Нетаняху и свободу Палестине» — это главные лозунги протестующих в столице США, куда премьер-министр Израиля прибыл с рабочим визитом. Окружив здание Капитолия, активисты держали в руках палестинские плаги и плакаты с надписями «Прекратите всю военную помощь Израилю! Кровь детей на Ваших руках!» Среди участников протеста были также евреи, которые не поддерживают политику Нетаняху в отношении сектора газа. Волны разочарования среди митингующих вызвал тот факт, что, выступая перед Конгрессом США, в своей речи он даже не затронул вопрос о прекращении огня в газе и заключении мирного соглашения. После этого в отеле «Оттергейт», где остановился премьер-министр, его ждал неприятный сюрприз в виде разбросанных червячков и насекомых. Из-за действий протестующих в отеле были вынуждены включить пожарную сигнализацию. «Я надеюсь, что США прекратят всю помощь Израилю, что мы прекратим финансировать этот геноцид и будем способствовать немедленному прекращению огня». «Я хочу стать частью исторического движения, призванного остановить геноцид, остановить этнические чистки в Палестине, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами на родине, а также с диаспорой и людьми со всей страны и мира». Военный преступник. Табличку с этой надписью держала представительница демократической партии Рашида Талиб во время выступления Нетаняху в Конгрессе. В ходе своей речи премьер-министр прокомментировал проходящие около здания протесты и заявил, что митингующие стали игрушкой в руках Ирана и действуют в его интересах. После этих слов Рашида Талиб перевернула табличку на обратной стороне, которой было написано «Виновен в геноциде». «Насколько нам известно, Иран финансирует антиизраильские протесты, которые сейчас проходят у этого здания. У меня есть сообщение для этих протестующих. Когда тираны Тегерана, которые вешают людей нетрадиционной ориентации и убивают женщин за это, что они не покрывают волосы, восхваляют, продвигают и финансируют вас, вы официально становитесь полезными идиотами Ирана». Аналогичные акции протеста проходят в Израиле. Семь незаложников, удерживаемых в Газе, провели марш в Тель-Авиве с призывом к Нетаняху прекратить огонь и вернуть их близких домой. «Мы очень разочарованы сегодняшней речью Нетаняху, потому что мы надеялись, что он скажет, что идёт на сделку, а он, как мы видим, просто тянет время, рассказывая, насколько она хороша, но он не говорит тех слов, которые нужно сказать. Я собираюсь подписать сделку прямо сейчас, потому что это единственное, что может вернуть всех домой как можно скорее». Нетаняху не упомянул о сделке, которая находится на столе переговоров, сделке, которая может вернуть домой 120 заложников. «Они просто ждут, когда он их спасёт, и это очень разочаровывает». Выступление премьер-министра Израиля перед Конгрессом состоялось через 9 месяцев после начала операции в Газе. Израиль начали кампанию против Хамас в ответ на беспрецедентное нападение 7 октября прошлого года, в ходе которого погибло около 1200 израильтян, и ещё 251 человек был взят в заложники. Бриллиант Исламова, Гюльнур Самедова, CBC. Нет сомнений в том, что межгосударственные отношения Азербайджана и Китая во многом основываются на взаимном уважении глав государства Льхамалиева и Си Димпина. Эти доверительные отношения формировались благодаря неоднократным личным встречам, телефонным разговорам, обмену письмами между ними в качестве глав государства играют неоценимую роль в углублении двусторонних отношений между странами в различных сферах. Об успешном геостратегическом партнёрстве Азербайджана и Китая в следующем сюжете. Лидеров Азербайджана Илхама Алиева и Китая Си Димпина связывает личная дружба, заложившая основы сегодняшнего успеха отношений. Сегодня между странами существуют договорённости о сотрудничестве в гуманитарной, молодёжной, медиа и региональной сферах посредством народной дипломатии. По приглашению Си Димпина президент Азербайджана совершил в 2014 году рабочий визит в Китай, а в 2015 году состоялся государственный визит Илхама Алиева в КНР. В 2019 году он стал единственным главой государства Южного Кавказа на проходившем в Пекине втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». 3 июля 2024 года в рамках прошедшего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята совместная декларация об установлении стратегического партнёрства между Азербайджанской республикой и Китайской народной республикой. Азербайджанно-китайские отношения за прошедшие более 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами развиваются по нарастающей. И это не просто слова. Совсем недавно в Астане наш президент господин Эльхам Алиев и президент Синь Цзиньпин Китая подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Как мы понимаем, это один из важнейших документов между странами. Документ определил основные направления будущего развития отношений между государствами и прочертил контур совместных усилий сторон по борьбе с вызовами безопасности стран в нынешней международной обстановке. В совместной декларации отмечается, что Баку и Пекин согласились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира стабильности и развития. Также документ определил Азербайджан и Китай в качестве приоритетных и надёжных партнёров, самостоятельно определяющих политику двусторонних отношений вне зависимости от внешних факторов. В этой связи важно отметить позицию Азербайджана в вопросе Тайваня, который заключается в следующем. В мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим всю страну, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Хотел бы сразу также отметить, что Китай всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, так же, как и мы, и это, кстати, в декларации ещё раз чётко отмечено, поддерживаем принципы единого Китая, тем более в условиях вот такой непростой геополитической обстановки сегодняшней вокруг Тайваня, принимает активное участие и собирается дальше развивать его в отношении развития экономики, освобождённых территорий нашей страны. Китайский подход в вопросах внешней политики, основанный на стремлении к диалогу, развитию взаимоотношений и укреплению прагматической выгоды, полностью сочетается с политикой, реализуемой и Азербайджаном. И во многом её успех основывается на плодотворное сотрудничество между партией «Новой Азербайджан» и Коммунистической партией Китая. Именно делегация партии «Ени Азербайджан» стала первой приглашённой в Пекин с официальным визитом после пандемии, и это вызывает большое удовлетворение как пример дружбы и партнёрства стран. Нашего элемента связано с политическим сотрудничеством. Как я уже сказал, те связи уже более 29-летние между партией «Новой Азербайджан» и Коммунистической партией Китая происходят в контексте того, что партии «Ени Азербайджан» принимают активное участие на конференции политических стран Азии. Обе эти правящие партии фактически стоят во главе угла тех изменений общеполитических и тех изменений геополитических в контексте оптимизации управления, повышения роли этих партий в экономическом и социальном развитии данных стран. Ещё одним элементом сотрудничества между Азербайджаном и Китаем является взаимодействие в сфере информационных технологий. Пекин инициирует создание ассоциаций в сфере цифрового образования, в рамках которого в ближайшие три года планируется предоставить странам ШОС не менее тысячи квот для обучения специалистов цифровой технологии. А в ближайшие пять лет китайская сторона предоставит квоты на тысячу человек для молодёжи стран ШОС на стажировку в Китае. Эти инициативы будут открыты для Азербайджана. Две страны могут наращивать взаимодействие в вопросах четвёртой промышленной революции, блокчейна, искусственного интеллекта, цифрового бизнеса, умного сельского хозяйства и цифрового правительства. Это должно придать новый импульс экономической трансформации Азербайджана. Азербайджан и китайские отношения демонстрируют устойчивый рост и диверсификацию, охватывая широкий спектр экономических и инвестиционных инициатив. Ожидается, что в ближайшие годы в Азербайджане благодаря китайским инвестициям будут реализованы высокотехнологичные и экологически чистые проекты. Растущий взаимный товарооборот и открывающийся благодаря китайскому рынку возможности открывают многообещающие перспективы для азербайджанской экономики. Главным торговым партнёром Китая в регионе Южного Кавказа является Азербайджан, на который приходится более 43% всей региональной торговли. За последние годы Китай стремительно вытесняет традиционных торгово-экономических партнёров Азербайджана и занимает место в десятке по многим показателям. В прошлом году по импортным операциям в Азербайджан Китай занял второе место и в этом году, по-моему, продолжает вытеснять других традиционных партнёров Азербайджана во внешнеэкономических связях. Число китайских предприятий, ищущих возможности сотрудничества в Азербайджане, стремительно растёт. В стране зарегистрированы более 300 компаний с китайским капиталом. Эти предприятия приняли во внимание политику поощрения инвестиций, принятую правительством Азербайджана, чтобы привлечь внимание к инфраструктурным проектам на освобождённых территориях, улучшить инвестиционную и бизнес-среду. Сейчас активно идут переговоры и консультации по проектам в самых разных областях. Это производство электроэнергии из возобновляемых источников, хранение энергии, химическая промышленность, сельское хозяйство, логистика и транспорт. Другим основным направлением взаимодействия между Китаем и Азербайджаном является, само собой, работа в технологическом секторе. Тут очень интересен для Азербайджана непосредственно опыт Китая в разработке технологий в ВИЭ, для возобновляемых источников энергии, как батареи для сохранения энергии, так и технологии в части выработки электроэнергии, включая такие технологии, как батареи, такие технологии, как солнечные панели и многое другое. Немаловажно, что по уровню технологий цифровой экономики и масштаба их применения Китай входит в число мировых лидеров. Китайская сторона готова делиться соответствующим опытом и активно поддерживать Азербайджан в совершенствовании сетевой инфраструктуры, цифровизации и обеспечении кибербезопасности. Стороны могут развивать сотрудничество в сферах четвертой промышленной революции, блокчейна, искусственного интеллекта, цифрового бизнеса, умного сельского хозяйства и цифрового правительства. Это должно придать новый импульс экономической трансформации Азербайджана. Также Азербайджан заинтересован в китайских ноу-хау, в направлении разработки и непосредственно производства автомобилей, электромобилей, электробусов. И на сегодняшний день в Азербайджане уже санкционированы китайские инвестиции в строительство заводов и производство автобусов на электрической тяге. Особо отмечается и восстановление грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая является важной частью среднего коридора. Обновленная ветка ВТК предоставляет грузоотправителям с востоком более широкие возможности для выхода на европейские рынки. Пропускная способность маршрута пока составляет 5 миллионов тонн год. А прямая связь с железнодорожной сетью Турции делает его привлекательной альтернативой для быстрой доставки груза в европейские страны и в обратном направлении – на рынке Китая и Центральной Азии. Между Азербайджаном и Китаем стремительно растет взаимодействие по основным ключевым направлениям, таким как транспорт и логистика. Ни для никого не секрет, что Китай придерживается стратегии «один пояс, один путь», в рамках которого срединный коридор является ключевым узлом, и Азербайджан становится ключевым транспортом, транзитным узлом для кратчайшей доставки китайских товаров в Европу по суше. Таким образом, экономическое сотрудничество Баку и Пекина успешно развивается, становясь значительным вкладом в экономическое развитие и устойчивость обеих стран. Нармина Хамбабаева, Си-Би-Си. Ереван продолжает грезить о вступлении в Евросоюз, но планы свиты премьера Никола Пашиняна высмеивают даже в самой Армении. Оппозиционные политики уверены – коллективный Запад использует страну в своих корыстных целях, а потом избавиться от нее. Ни о каком членстве не может идти речи. Несбыточные мечты о Евросоюзе вынуждают Армению усиливать антироссийскую риторику, а Кремль предательство союзника не оставит без ответа. Подобного мнения придерживаются в армянской оппозиции. Противники власти премьера Никола Пашиняна продолжают критиковать европейские стремления правительства страны. Армения, по их словам, рискует стать очередной жертвой коллективного Запада. При нынешних властях Армения вполне может превратиться в новую Украину. Армянская сторона постоянно играет с Россией и Западом, обещая одной стороне одно, а другой совершенно противоположное. Вскоре мы увидим, какие последствия это будет иметь. Армения больше не является субъектом международного права. В таком случае с ее мнением никто не будет считаться. Особенно если на разных платформах Армения продвигает разные интересы. Ранее Совет Евросоюза принял первую в истории меру помощи в поддержку вооруженных сил Армении на сумму 10 миллионов евро. В так называемом Европейском фонде мира целью назвали повышение материально-технического потенциала армянской армии. Кроме того, Совет Европейского Союза дал зеленый свет на начало диалога о либерализации визового режима с Арменией. К слову, армянские власти не скрывают, что подумывают об идее членства в ЕС. Но хотят ли принимать Ереван в самом европейском сообществе? Вопрос скорее риторический. Если Евросоюз вдруг скажет, что завтра Армения станет членом ЕС, то наша экономика рухнет, так как сегодня ни наше законодательство, ни качество нашей продукции не соответствует стандартам Союза. Инициатива проведения референдума по вопросу членства в ЕС носит серьезный характер, поскольку желания и возможности не совпадают. Есть намного более развитые страны, чем Армения, которые стоят в очереди уже 25 лет. Они на протяжении всего этого времени меняли свое законодательство, стандарты и внутренние структуры. На последних выборах в Евросоюзе правые в разных местах зафиксировали успех, а это приведет к тому, что вступление в ЕС будет еще больше осложнено. Поиск Армении альтернатив не означает ухудшение отношений с Россией. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Юри Ким. По ее словам, Россия представляет угрозу для своих соседей, и они, цитата, должны спать с открытыми глазами. Тем временем в Москве заявили, что с уважением относятся к поискам союзнических связей, которые ведут власти Армении. Но при этом в Кремле призвали Ереван не делать выбор в режиме или-или. А в МИД России в очередной раз обвинили Вашингтон и Брюссель в стремлении закрепиться на Южном Кавказе, создать новые разделительные линии и очаги конфликта. Вся эта западная кампания ведет дело к тому, чтобы навязать повсеместную конфронтацию, превратить постсоветское пространство в арену геополитического противостояния. В прошлом году Армения, вопреки позиции России, ратифицировала статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина. В Москве это решение охарактеризовали как токсичное и враждебное. А с февраля этого года Армения заморозила свое членство в военном блоке ОДКБ, где ключевую роль играет Россия. Из организации выйдем, сказал армянский премьер Пашинян, но не стал уточнять сроков. Армянская сторона также больше не воспринимает Россию в качестве посредника в деле нормализации армян-азербайджанских отношений. Ранее Москва выразила готовность предоставить платформу для переговоров между Азербайджаном и Арменией, на что Ереван не торопится отвечать. Увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции между Азербайджаном и Казахстаном. Эти и другие вопросы взаимодействия двух стран в агропромышленном комплексе были отражены на прошедшем в Баку Азербайджано-Казахстанском сельскохозяйственном форуме. Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетом для Баку и Астаны. В связи с этим стороны заинтересованы в углублении сотрудничества, в частности в реализацию общих проектов в агропромышленной отрасли. Об этом, а также перспективных планах прочих экономических сферах говорилось на состоявшемся в Баку Азербайджано-Казахстанском сельскохозяйственном форуме. Посредством таких мероприятий, как сегодняшнее мероприятие, которое прошло в посольстве, мы хотим придать нашему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства новый импульс, потому что Казахстан и Азербайджан — это сельскохозяйственные страны, нам есть что предложить и друг другу, и миру. Казахстану, например, интересны фрукты, овощи, орехи из Азербайджана. В Азербайджан наша страна могла бы поставлять зерновую продукцию, масла и так далее. Дипломат напомнил, что недавно Азербайджан и Казахстан создали инвестиционный фонд на 300 миллионов долларов. Он позволит расширить географию для реализации интересных проектов за пределы двух государств. Ожидается, что фонд поддержит малый и средний бизнес двух республик. Кроме того, казахстанские предприниматели заинтересованы участвовать в проводимых в регионах Азербайджана бизнес-фестивалях. Центры аграрных инноваций периодически в регионах стран проводят аграрные бизнес-фестивали. И казахстанские компании, которые принимали участие на этом форуме, выразили свою заинтересованность в участии на наших этих бизнес-фестивалях. На этих бизнес-фестивалях проводится ознакомление продукции в различных сферах сельского хозяйства, Фермеры заинтересованы непосредственно в их приобретении. Также на этих бизнес-фестивале проводятся тренинги, на которых фермеры получают дополнительную информацию о том, как они должны пользоваться теми или иными услугами сельского хозяйства и также различными удобрениями, пестицидами и другими препаратами. Хочу отметить, что достигнут договоренность в расширении сотрудничества между нашими азербайджанскими компаниями и казахстанскими компаниями. Казахстан как производитель зерновых заинтересован в новых рынках сбыта. В последнее время в связи с геополитической ситуацией и растущими мировыми ценами поставки продукции в Азербайджан немного снизились. В текущем году, как отметили представители Казахстана, ожидается хороший урожай зерна. И Астана планирует возобновить поставки зерновых культур через порт Актау в Баку. У нас в Азербайджане есть совместное предприятие, Бакинский зерновой терминал, совместно с нашими азербайджанскими друзьями. Объемы перевалки зерна, производства муки мы планируем найти пути решения, как по минимальной цене обеспечить доставки казахстанского зерна в Азербайджан. Также рассматриваем варианты транзита казахстанского зерна через Азербайджан, вопросы увеличения переработки зерновых культур. Ну и в целом увеличить сотрудничество. Мы со своей стороны готовы оказывать содействие в поиске партнеров в Казахстане. В Казахстане очень много институтов развития, помогающих как экспорту, импорту, инвестициям. Сегодня Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками. Они взаимодействуют по многим направлениям, в том числе совместно развивают транскаспийский транспортный маршрут. Казахстан экспортирует энергоносители через территорию Азербайджана. Страны совместно развивают крупные проекты, которые имеют значение в том числе и для всего региона. Баку и Астана планируют начать экспорт казахстанской зелёной энергии по территории Азербайджана. И Казахстан проявляет заинтересованность в реализации сельскохозяйственных проектов на территории Карабаха. Поэтому, если со стороны Азербайджана будут интересные предложения, наш бизнес, наши госструктуры, наш квази-госсектор готов рассмотреть эти предложения и готов участвовать в реализации сельскохозяйственных проектов на территории Карабаха. В прошлом году двусторонний товооборот достиг рекордной отметки – 530 миллионов долларов. Хотя, как отметил дипломат, для таких стран, как Казахстан и Азербайджан, это не предел. Ещё не высоки показатели в сфере агропромышленного комплекса. Проведение подобных хорумов, а также B2B-встреч бизнес-кругов, будет способствовать росту товарообмена в сфере сельского хозяйства, уверены участники мероприятия. Самира Рзаева, Анастасия Шишканова, CBC. Это были все новости к этому часу. До встречи в вечернем выпуске новостей. Редактор субтитров А.Семкин